Привет! Хотелось бы мне сказать вам доброе утро, но уже обед. Я немножко приболела и с утра чувствовала себя просто отвратительно. У меня очень сильно болела голова, я вообще еле шевелилась. И потом я выпила таблеточку от головы и пошла на тренировку. У нас прямо в доме есть реабилитационный центр, который занимается проблемами спины. Не то чтобы меня очень сильно беспокоила спина, но знаете, когда у тебя сидячая работа, профилактика никогда не помешает. Но это я к чему? Перед занятием там всегда меряют давление, и у меня было давление 90 на 60. 90 на 60! Это супер низко для меня. Я обычно как космонавт, 120 на 80. И я подумала, что возможно это и есть проблема моего низкого давления, и после тренировки оно восстановилось. И я подумала, что отчасти мои проблемы с головой, наверное, связаны с нехваткой движения. Ну, в общем, не буду вас сильно грузить проблемами со здоровьем. Мне сделали классный массаж после тренировки, но у меня потом было очень странное лицо. После этой самой тренировки я приготовила просто бомбический... Эти соседи... Это что-то невероятное. После этой самой тренировки я приготовила просто бомбический обед, и у нас в эфире кулинарная рубрика. Итак, на обед у меня было блюдо с запечённой кляре брокколи. Вообще, я просила Сашу купить мне цветную капусту, но он слегка перепутал. Я сначала разделила брокколи на соцветия, потом сполоснула их в водичке. Кляр я делала очень экспериментальным способом. Ко вчерашней пюрешке с водой, разогретой предварительно, я добавила гречневую муку и всяких разных специй. Я поняла, что мне пиалочки не хватило, поэтому всё начала смешивать в стакане блендера. Среди специй у меня была паприка, чесночный порошок, соль, перец и ещё какие-то там страсти типа карри. Потом я эту всю сексуальную жидкость вылила в свои брокколи. На решётку я постелила пергамент для выпечки, а затем разместила туда свои брокколинушки. А когда это уже всё выглядело как улечки собаки, я поставила это в духовку. При температуре где-то 180 градусов на полчаса. А тем временем я решила сделать заправку для салата. Во вчерашний хумус я добавила целый авокадо. У меня получился сегодня обед из обедков. Туда же я добавила пару ложечек тахини, это паста из кунжутных семян. Немного воды, специи по вкусу и всё это сблендерила. Также я попробовала добавить сладкий ингредиент. Это был джем из шелковицы. Особой разницы я не заметила, но тем не менее соус получился вкусненький и ярко-зелёный. Очень люблю, когда в салатах есть клёвая заправка и кукуруза. Тогда можно есть просто один салат целый день. Но я, конечно, на этом никогда не останавливаюсь. И пока я взяла салатом, основное блюдо благополучно приготовилось. Уже обед, а я ещё не успела домонтировать видео, потому что, опять-таки, утром себя чувствовала просто ка-кашки. Но зато я немного порисовала. О, хочу показать вам кусочек. На меня напало прямо вдохновение. Я вам сейчас покажу маленький кусочек. Не хочу спойлерить, потому что записала процесс. И обязательно через пару дней, возможно, на следующей неделе, выпу... Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот так вот выглядит тот самый кусочек, который я хочу вам показать. Всё очень ярко и красочно. Это, кстати, одна из идей, которую я просила написать мне в Инстаграме. И из-за этого большое спасибо. Пора приступать за монтаж. И вот ещё один маленький спойлер того, что я ещё в дальнейшем буду рисовать. Это офигенная идея. Это афроамериканец банана-голубь. Я нашла свою любовь. Вот это молоко миндальное с какао и сиропомогавой на вкус как Несквик. Видео уже поставила рендериться. И пока оно будет выводиться, Александр отдыхает в встой комнате, я поиграю в Sony PlayStation. Я вообще не была никак разъядлым игроком. Мой стаж начинался и заканчивался на Sims'ах. Освещение, конечно, будет на миллион. Хотела рассказать историю за Sims'ов. Я помню, у меня был такой большой компьютер, блок системный и экран, такой, знаете, с большой жопкой. Короче, в какой-то момент Sims'ы стали настолько тяжело весить, что мой компьютер не справлялся. И я играла-играла где-то полчаса, потом происходил такой звук пип, и он вырубался. То есть он перегревался, это было лето. Насколько я была отчаянным ребёнком, что я... О, моя игрушка загрузилась. Вот так вот выглядит это моя Horizon Zero Dawn. Сейчас буду играть и покажу вам немножко. Так вот, у меня переигрывался компьютер, и я его ставила в холодильник. Я вынимала все полки из холодильника, ставила туда системный блок, который перед этим отключила от всех шнуров, ждала там 15 минут, пока он охладится, доставала компьютер, вставляла полки, подключила компьютер полностью, играла полчаса, потом он опять вырубался, и так по кругу целый день. Потому что насколько надо было быть зависимым ребёнком. А сейчас я изредка поигрываю, это отличный способ немножко отвлечься и перевести дух. Главное, знаете, не переусердствовать. Мне очень нравится, что в этой игре красивый мир, и я лучник. Я думаю, если бы я реально была в таком мире, я бы как раз была лучником. Мне нравится позиция сидеть тихонечко в кустах и кого-нибудь подстреливать. Меня убили. Пойду видео загружу. Под конец вечера меня пробило просто на эффективность, и я записала в видео Speed Paint того кусочка, который показывала вам. Это безумная идея. Я надеюсь, в скором будущем это видео выйдет в свет. Хотела показать вам, как я, собственно, снимаю видео. Обычно в этот момент в комнате достаточно, как это сказать, господи, по-культурному слишком много беспорядка. Вот. Это стоит моя новая камера, которая Panasonic Lumix JH5. Там стоит софтбокс, который сейчас нам сделал чёрный кадр. Здесь у меня дополнительная атрибутика. Тут у меня записничок. Время разговора я смотрю на запись экрана, чтобы всё логично совпадало. Здесь у меня несколько моих образов. Подбирала, не убрала. Там стоит отражатель и сушится бельгишка. Здесь я устроила себе фон, антураж. И там ещё стоит коробочка, которую я ёлочку должна собрать. Я просто унесла её на кухню. А сейчас меня пробило... Я думала записать ещё одно видео, но уже начало 10-го. А так как я немножко приболела, мне обязательно лечь пораньше спать. Не знаю, может быть, действительно я сейчас запишу, может быть, уже завтра утром. Видео хочу записать. Лайфхаки каких-то функций в фотошопе, которые самые удобные и экономят время. Как вам такая идейка? Не знаю, не знаю. Сейчас я ещё готовлюсь, записываю, в общем, пишу себе сценарий. А те, кто досмотрел это видео до конца, у меня для вас есть соц. опрос. Напишите, пожалуйста, чем вы занимаетесь во время просмотра моего видео. Я обычно рисую, когда смотрю какие-то подобные влоги. Мне интересно, что делаете вы. Наверняка большинство из вас кушает. Хорошего дня! Пока!